До юбилея остались считанные дни. 1 апреля Ульяновскому театру «Кукол» имени Валентины Михайловны Леонтьевой исполнится 80 лет. В преддверии большой юбилейной даты труппу и других сотрудников поздравила министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова, вручив награды от ведомства. Хочу пожелать театру много творческих лет, интересных идей, премьер, участия в фестивальных побед в этих проектах фестивальных и, конечно же, принятия здесь на этой сцене своих коллег с лучшими спектаклями, лучшими проектами. В числе награжденных главный режиссер театра Сергей Ягодкин. Он уже пять лет радует ульяновских юных зрителей своими интересными, яркими постановками. Театр что такое? Это провокация в первую очередь. Театр это то, что дает нам возможность чего-то почувствовать и, возможно, с этим не согласиться. Театр не должен быть комплементарным. Типа приходите, мы вас развлечем в другое место за другие деньги. Мы предлагаем территорию, где можно что-то пережить и, самое главное, потом это обсудить. Список произведений, исполняемых на театральной сцене, превысил четыре десятка. Сейчас в планах театра до конца юбилейного сезона выпустить еще три премьеры. Как сказал главный режиссер, репертуар строится как библиотека, где можно найти книгу на свой вкус. Так и в репертуаре есть спектакли как для самых маленьких, так и для взрослой философски мыслящей публики. Достижением Ульяновского театра «Кукол» стало его участие в реализации проекта по проведению спектаклей для незрячих и слабовидящих зрителей с привлечением диктора-тефлокомментатора. Своих коллег поздравил директор театра Александр Колтун. Почетными грамотами были удостоены и актеры, которые активно влились в коллектив только в прошлом году. Ранее они работали в молодежном театре, теперь переквалифицировались в кукловодов. Я думаю, что переход в театр кукол – это шажок на ступеньку вверх. Это развитие наше, нам есть к чему стремиться и расти в театре кукол. И мы еще такие маленькие пока, но в скором времени, я думаю, я надеюсь, что это случится скоро, мы, наконец, освоим хоть немного эту профессию. Первая кукла, которую взял в руки Артем Петров, был крокодил из спектакля «Сюрприз». Сейчас в его копилке кукловода несколько ролей. Можно освоиться, мне кажется, отработав пять, может быть, десять лет, только тогда начнешь что-то понимать именно про кукловождение. Это вот по моим ощущениям. Мы в начале пути и активно осваиваем, но еще работа непочатый край. Юрий Черный задействован уже в пятнадцати спектаклях, а ролей и того больше. Только в «Любопытном слоненке» он исполняет три роли – жирафа, питона и птенца. Когда на сцене ты сам выходишь, ты сам себя знаешь, на что ты способен. Ну, плюс-минус хотя бы, примерно понимаешь, представляешь. А когда тебе дают куклу, и ты не понимаешь, как она двигается, и она должна двигаться так же, как ты. Но при этом ее нужно надеть на руку или, допустим, держать ее перед собой, и она должна двигаться. А ты – нет, вообще, абсолютно. Только твой голос. И то не твой. Его нужно еще при этом изменить так, чтобы твой голос попал в маску куклы. Сейчас все артисты театра очень заняты. Нам по секрету сказали, что они готовят праздничный капустник, который покажут гостям 1 апреля. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.